Всем привет! Сегодняшний сюжет я начну с видео, которое сняла моя дочка. Это территория летнего детского лагеря, куда она попала. К сожалению, меня туда не пустили, но все-таки карантинные мероприятия, но по этому видео, конечно, место здесь шикарное. Но мы с ней договорились, что она поснимает видео, будет мне пересылать. Ну, а я уже буду монтировать по ходу уже с того, что она нас снимет. Так что ожидайте более полного видео. Не знаю, как скоро. Ну, а лагерь находится на территории базы Озерная, которая находится в селе Мироцкое, 30 километров от Киева. Ну, вы знаете, вот потому что она здесь засняла, мне так захотелось сюда, но я смотрел сайты. Конечно, территория здесь очень красивая, но в этом вот можно убедиться. Ну, надеюсь, что ей будет хорошо отдыхать здесь. Ну, и может, что-то еще я выпущу про эту территорию. Ну да, конечно, вся эта эпидемия ограничила людей во многом. В том числе и в туризме. Ну, о том, как здесь ей отдыхалась, я думаю, что мы расскажем немножко позже. Ну, особенно, если здесь ей очень понравится, то, конечно, и будут много-много видео. Ну, в этот лагерь мы попали впервые. Ну, а я уже буду рассказывать уже то, что я увидел. Вот сразу возле лагеря начинаются вот такие вот луга. Конечно, здесь множество вот этих луговых трав, луговых цветов. Самых простых таких. Но вот что вам передать невозможно в видео, это, конечно, воздух. Какой здесь аромат, какой здесь свежий воздух. И какой-то вот неповторимый вот от этих луговых цветов аромат идет. Ну, кроме лугов, здесь есть еще интересные места. Вот здесь вот находится такое вот строение. Ну, а местные жители его называют Черный замок. Ну, почему Черный, непонятно. Потому что он больше такого шоколадного цвета. Ну, как говорят, уже снимался он в нескольких фильмах. Я не видел. Ну, может, кто-то видел в фильмах. Так что, если видели, напишите в комментариях, в каком фильме он был. Ну, конечно, здание такое монументальное. Ну, вот, единственное, конечно, я бы тут все-таки, раз такое здание, и забор бы в стиль этого здания выстроил. Ну, а с другой стороны, смотрите, и коровы пасутся. Там такая небольшая ложбинка. Всех даже отсюда не видно. Ну, конечно, травы здесь шикарные. Вы сами видите. Так что, для коров здесь условия отличные. Ну, вот еще на что я обратил внимание. Вот, посмотрите, какой необычный цвет. Это вот цветут какие-то растения. А какие, я вам покажу немножко позже. Ну, я увидел их. Ну, там, конечно, аж такой вот цвет полностью преобладает. Ну, и вот, именно вот эти вот цветы, которые дают такой цвет. Если кто-то знает, как они называются, тоже напишите, пожалуйста. Потому что, ну, некоторые цветы луговые я знаю, но далеко не все. Вот такие вот они интересные. Здесь, конечно, их мало. А вот там, где я показывал, там их, наверное, целая-целая такая вот плантация. Вот тоже, видите, а здесь вот такие вот, как бы, одинокие точки. Не знаю, возможно, это какой-то медонос. Ну, а чем еще здесь отличается местность? Здесь целый каскад ставков. Речка. Ну, и на ней вот сделаны такие ставки. Ну, идет целый каскад, я не знаю, наверное, ставков 30. Ну, это вообще. И как-то идет вот эта речка такой вот вокруг села. Изгибается. Ну, и, конечно, здесь для рыбаков вместо, ну, не знаю, наверное, просто какое-то волшебное. Ну, видите, сколько людей приезжает, отдыхает, рыбу ловят. Ну, это я вот с этой дороги в одну сторону показал. Но если посмотреть в другую сторону, посмотрите, какое здесь вот шикарное, получается, озеро. Ну, не озеро, опять же, это все искусственное. Поставлено за пруда. Вот такой здесь вот выдается полуостров. Как вам не захотелось сюда приехать? Ну, конечно, вот разноцветие трав. Посмотрите, вот, васильки. Но мне, кстати, больше нравится слово Волошка. Украинское название. Ну, кроме этого, тоже много разных цветов. Вот тут такие белые цветы возле березок. Ну, видите, вот там внизу виднеется стовок. Конечно, местность разнообразная. Встречаются и такие вот деревья. Ну, и вот какая здесь водная гладь. Ну, может, кому-то это и не интересно. Но я очень люблю природу. Такие красивые места, красивые пейзажи. Ну, и понимаете, вот даже вот такие простые цветы, простые ромашки. Ну, не знаю, в них тоже что-то есть. Тоже есть какая-то своя вот красота. Ну, и вот смотрите, отсюда еще вид на эти вот цветы. Как здесь все заросло. Ну, и, конечно, сейчас вот сезон маки пошли. Эти вот маки встречаются в Волошке здесь тоже. Ну, а вот Волошка. Вот, самое интересное, здесь вот такого необычного цвета есть. Видите, здесь такой вот обычный цвет, васильковый, как говорят. Здесь, видите, такой вот более темный, насыщенный такой. Ну, не знаю, я такие вот первый раз видел. Ну, и маки, конечно. Ну, сейчас покажу полянку маков, мимо которой пройти я просто не мог. Здесь они вообще огромные. Ну, и на этом я буду заканчивать свой такой небольшой коротенький выпуск про Миротское. Подписывайтесь на наш канал и путешествуйте вместе с нами. Субтитры сделал DimaTorzok